Все подобные нарушения граждане активно фиксируют и выкладывают в интернет. Более того, в России набирает обороты масштабная социальная акция «Опасный лед». Это своеобразный народный контроль за работой управляющей компанией по очистке кровель. Активисты общественного движения «Народный фронт за Россию» предлагают фотографировать опасные участки крыши, выкладывать снимки в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер с пометкой, хэштегом «Опасный лед». В комментариях под фото нужно указать адрес, город и улицу, где расположена опасная крыша. На коммунальщиков надеяться, а самим не плашать, советуют всем блогеры из Сызрани. Евгений Никишечкин бросил снежный вызов чиновникам. Так он присоединился к новому флешмобу, который появился в Санкт-Петербурге. Каждый участник должен самостоятельно очистить от снега территорию. Все это снять на видео и выложить в социальной сети. Бросить вызов можно чиновникам и депутатам всех уровней. Если адресат не выйдет на уборку снега в течение суток, то он должен перечислить 4000 рублей в один из благотворительных фондов, который помогает в том числе и бездомным. Зимний флешмоб в России проходит по аналогии с летним, когда участники обливались водой. Ну а сейчас все водные процедуры лучше проводить дома. И даже в праздник Крещения, который будет отмечаться 19 января, областной МЧС настоятельно рекомендует жителям региона воздержаться от купания в проруби. Из-за оттепеля лед ненадежен местами всего 4 сантиметра. В некоторых местах он настолько тонок, что, признаются спасатели, даже они боятся делать замеры. Чтобы избежать трагедии, в ночь с 18 на 19 января в Самаре и по всей области спасатели будут нести службу в усиленном режиме. Тем, кто непременно хочет искупаться в святой воде, рекомендует воспользоваться купальней при церкви или ограничиться душем. В Крещенскую ночь вся вода считается святой. Будет организовано дежурство работников и сотрудников МЧС России по Самарской области и спасателей Самарской области в местах возможного выхода граждан на лед. Данное дежурство будет осуществляться, ну, ориентировочно с вечера до утра, с вечера 18 января до утра 19 января. Ритуалы религиозного характера, их нужно выполнять именно в религиозных, культовых зданиях, сооружениях. Там все для этого организовано, там все абсолютно безопасно.